Садитесь прямо, ноги вместе. Господи, слава Тебе, благослови нас, пусти дары Твои святые. Не пройди нищий сиротов, одиноких. Поши им все потребность для всей жизни и для будущей. Поставьте веситную охрану нам. Тебе слава за все веки веков. Аминь. Аминь. Без рукавов выходи. Без рукавов. Ты знаешь, что обедать надо? Ну и почему? Понимаешь, это Ваша задача. Так, выйди сюда. Вот посмотри на всех и на себя. Какая разница? Что я в ботинках. Ну почему ты обувша? Ответь быстрее. Да ничего, нарушение устава. Ага. Ты в лагерь приехал, к которому устав такой, чтобы ты был здоровый. А если ты все время только комарик укусил там, наступил где-то больно, тебе ничего не будет. Ты больной будешь все время. Валерия, босиком. Всю жизнь больной будешь. Тебе надо сейчас молоденький здоровье закалять. Снимай башмаки. Рашуровай. Ты на людей, ты приглядывайся, как идут. Другие у нас пришли там на кухне, там железо бывает, им надо надеть. А остальные-то зачем? Мы дождались хорошая жаркая погода. Так, не сарапать ноги. Иначе у нас кровавая будет. Если тебе надо ее там посарапать, ты вот так через платье, вот так вот маленечко пошваркай чуть-чуть. Через платье. Не ногтями впивайся в тело. У нас сегодня за ягодами ходили. Кто сколько набрал? Всех больше Александр набрал, вот. Сколько? Четыре кружки. А? Четыре кружки. Четыре кружки. А Фрося? Восемь. Не, я не ходила, Игнать Тихонович. Ну? Они не ходили, они ходили. Мы ходили к Надежде Васильевне. Я там собрала малину. И сколько гена малина? Малину у Надежде Васильевны. Я там побольше половины тазиков собрала. Ты ей брала? Да. Она нас потом угостила. Ну а себе-то надо было что-то взять, хотя бы десятину. Она нас немного угостила. Опять же о вас. А как другие? Почему мой карман пустой сегодня? Вот я один раз могла наполнить сумочку или куда сказала. Так, у нас я не одна. По ягодке хотя бы. Что она не научилась-то? Тут очень просто ведь все. Я вам каждый день показываю, как надо. Пять ягодок, но я их разделю на всех. Ты пять ягодок, но все пустила туда. Неправильно это. Так, четыре кружки. А кто еще четыре взял? А три? Всего два. А две? Еще больше. Две? Да? Молодец. А так кто? Мария или София? Маша. Маша может. Так. А одну? А что так? Одну, одну. А ты сколько набрал? Я две. Сколько? Две. 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 Ну мог и больше. Маша две и ты две. Так почему? А есть, которые вообще ничего не набрали? Ничего не давать им. А почему не набрали? Ну вот Тарас и Агния. Ну-ка выйди сюда, Тарас. А почему у тебя нет ягод? Агния, выходи. Ну, сели, поехали. Ну, ну. Ну. А еще нету. Ну. Ну, это на лошадь говорят. Ну, пошел. Знаете, Тихонович, я набирала. Ну, а сколько ты набрала? Я. А сколько? Ну, пол кружки или одну там. А почему мало? Ты не знаешь почему? Не знаю. Я думаю, не шибко желал это набирать. А вот в ледярке-то твоего там нету. Кто меньше кружки набрал, им сейчас не давать ягод. А остальные будут ягоды есть с молоком. Это очень вкусно. А без молока можно? Что ему надо? Без молока можно, он спрашивает. Без молока, Гит, можно? Без молока берите, пожалуйста. Но когда в молоке, она прямо в молоке, это очень вкусно. Иначе, жалоба была на Егора. Выходи давай. От Нестора. Что такое? Нестор подошел, подвел его ко мне. Была жалоба. Пускай рассказывает сам. И что случилось? Я стоял, набирал ягоды. Так, стоял и набирал ягоды. Дальше. Я стал... Егор стал кидать в меня земляные камни и попал прямо в ядро. Так, Егор, как это было? Так? Тебя все время сатана мучает. Кидать надо, земля надо. А зачем ты это делал? Так, один кошку. Ты сейчас есть не будешь, а будешь вон там камни кидать только. Пока тебе кажется, зеленое из тебя не пойдет. Кто может подумать, что пошел по ягоды, мы все рядом, и он будет кидать камни. Такую дурь ты вез, такую даль. Понимаешь, ты не битый, просто драть тебя надо, как Сидору указал. Вот сейчас, подожди. Еще дальше. Ну, я подвел к ней в воде и... Он попал ему в ведро с ягодами. В ведро с ягодами. В ведро это я... Егор? Да. Это вообще идиотизм какой-то. Ты что, сдурел совсем, что ли? То на стол, в землю, то в я... У тебя еще не хватает что-то, какой-то хромосомы или лишнее? Ты всегда дома такой был? Ну, нормально это делать или нет? Люди берут ягоды, а я буду подходить, я кидать. Ты испортил все им. Полностью без обеда остаешься. Дурень ты, здоровый, а дурью маешься. Ягоды вообще ему никакой не давать. Ты что в самом деле-то? Значит, в следующий раз, за ягодами, сразу его на веревочку брать. Его нельзя оставлять нигде. Если так ты будешь делать, больше ты никогда в лагерь не приедешь. Мне зачем с тобой муху такую терпеть? Леша хочет сказать. Ну? Еще когда там... Подожди сюда. Еще когда мы в стене на зале играли, а не в стене, он еще брал камни под столом и ракетку ехать звал. И мне он еще вот сюда попал. Играл. Так, посадите на веревочку. Сразу, сегодня же. Это не пойдет такое дело. Он мне детей начинает обижать и всякую мерзость творит. Ты что, Егор, сдурел совсем? Значит, не на шаг, воспитатель. Возьми его с собой, или чтобы кто-то его держал. А ты маленькая, он тебя утащит. Коксом. Не надо. Так, воспитатель, понял? Взять его на веревочку. Нигде ни шагу не оставлять его. Он то с земли, то еще что-то начинает это... Я что тебе могу сказать-то? Дурень? Небитый. Если где-то ты в другом месте будешь, тебя зубы заставят проглотить. Тебя будут бить, как собаку за это. Ты в виду можешь сморкнуть кому-то. Тебя разницы нет. Дошел. Ты прямо понимаешь, у меня еще этого не было, такой заразы. Скажи, для чего ты это делал? Не знаю. Ну ты не дергай плечами, ты бесноватый или что? Люди набирают ягоды, да? Я пойду грязи буду кидать туда. Ты для чего это делал? Не знаю. Не знаешь? Сатана в тебе сидит. Демон. Бес. Не молишься? Значит, давно в тебе это такое? Давно это ты дурь в тебе такая? Нет. Нет, значит, не молился и сатана вошел. Не может человек это делать. Человеку это не... Даже никак нельзя сказать, что человеку это нужно делать. А то тебя сатана мучает. Значит, держать его рядом и на молитве чаще. Это совершенно не годится куда. Почему же мне родитель, отец ничего не сказал, что с тобой такая беда? Я знал, что там будет. Но не такая же беда. То на стол грязь тащит, то он сатана грязный. Черный. Что сказать? Еще не могу сказать. Вот ты почему без руководства? Забыл. Это приравнивается, как нет платочка. Нужно бежать, рвать один листик. И после этого одеть и сесть. Все. За стол. А под ручки. Задите их ныть. Так, Ирина против стола будешь стоять. Александр, надо проводить. Тебе бежать надо? Что надо? Проводить его надо. Не надо. Он парень. Смотри, закрывает там. Открывает. По одному нельзя заходить, скажи. В первую очередь. Понял? Что у меня сатана? Варем. Иди в твоем виде. И поезд где у тебя ходит? Ну конечно. Это не поезд. Красиво. Слушай, какая нынешняя. Ну как ты. Там, там, Виталий. Я бабушка. Я бабушка. Я бабушка. Это не бабушка. Вам что-то вынести надо, да? Сестры. Что-то вынести? Вон, куда-то. Помоги это. Виталий, помоги вынести, пожалуйста. Виталий. Садитесь, слуги поднимайте. Там вода. Там специально вода налит, чтобы не было пыли. Она потом уйдет, вода, а пыли не будет. Еще, Тарасик. Ты шапку боишься снять? Да? Она упадет, у тебя в грязь. Будет грязная. Нарежьте хлеба, пожалуйста. Как же он нарежет тебя, если уже есть? Там хлеб есть, только доску можно взять. Телефон! 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 Телефон Тимофеев, где у меня? Телефон. 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 Ну-ка, давай-ка, Кирилл. День рождения у него сегодня, тут кирилл ему. Мужик, не все. Локоть. Одну минуту только. Мином проценту. Мином проценту. Дежурный, посмотри, только сел пилить. Ну нет хлеба-то. Нет хлеба, режет. Как так, Никита? Это какая-то игра, что ли, в хлеб? Нет, конечно. Как засол, начинает в это время. А почему заранее-то не нарезать, не наложить? Нет. Все. Так, хлеба передайте тому, кому хлеба нет. Передайте ему там. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Во славу Божию. Давайте. Давайте. Первый, второй. Все, надо садиться. Ужин недели не сделаете? Ужин, да. Все. Какого-то, что было. Все.